МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». В нашей студии мы неоднократно поднимали тему развития главного города страны. Как в 21 веке должен развиваться Кишинев? Сегодня, в феврале 2019 года, мы пожинаем плоды труда либеральной команды, которая всеми силами старалась уравнять столицу. Мы выстояли и вновь ищем ответ на вопрос, каким путем следует развивать молдавскую столицу. Своим видением развития этой темы поделился доктор архитектуры, бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашко в своей книге «Городостроительное прогнозирование развития Кишинева». И сегодня он у нас в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы начать наш с вами разговор вот такой нулевой отметки, так назовем ее. Знаете, ведь я часто люблю повторять, что высоту достижения человека или, например, какого-то явления следует измерять, ну, в общем-то, наверное, точкой, начиная с точки, с глубины которой началось это развитие. Это я так мягко сам себя пересказываю. Но, в общем-то, надо понять, из какой ямы сумел вылезти, ямы проблем, сумел вылезти тот или иной персонаж нашей жизни. Ну, в данном случае у нас такой персонаж, это наш главный город Молдавии, наша столица Кишинев. И вот если позволить себе такую вольность, по десятибальной шкале, попытаться отметить глубину проблем, захлестнувших сегодня наш город, проблем, которые стоят перед нашими, так скажем, градостроителями, и людьми, которые занимаются развитием градостроения, то есть насколько глубоко мы, в общем-то, увязли вот в этом распиле земельных территорий, в этом дележе, опять же, парков и скверов, насколько глубоко мы увязли в проблемах ЖКХ, насколько глубоко мы увязли, например, в проблемах развития дорожно-транспортной системы, общественного транспорта. Ведь из всего этого надо рано или поздно выбираться, тем более, ведь, смотрите, на пороге 21 век, более чего, тем он, мы, как сказать, полным ходом идет развитие 21 века. Да, я вас понял. Значит, что я хочу сказать, что действительно падение, к сожалению, продолжается, оно еще не закончилось. То есть одно еще мы не ощутили? Нет, пока, на мой взгляд, я опять же повторюсь, потому что все-таки для того, чтобы принять программу действий, надо увидеть ту стратегию, о которой я здесь, в этой книге, кое-что написал. Естественно, я не хочу сказать, что это догма, стратегия. Она требует еще, может быть, какой-либо корректуры, она требует вмешательств, может быть. И потому что все-таки одному человеку, может быть, и не под силу создать такой труд, который, в принципе, должны были бы создать те научные учреждения и проектные организации, которые у нас существуют в республике. Но, к сожалению, как видите, пришлось взять мне на себя эту ношу. И хочу сказать, что некоторые, кто прочел эту книгу, уже говорят, что да, действительно, она носит фундаментальный характер, она затрагивает многие аспекты градостроительной жизни и перспектив, которые намечены на ближайшие, будем так говорить, сто лет. Так далеко вы попытались посмотреть. Да, и есть такие тенденции. Бесспорно, это все наметки. Но программа действий, она будет заключаться в целевых программах, тут описаны они, которые будут исполняться, если они будут приняты во внимание, в течение 10-15 лет. Значит, в частности, речь будет идти о транспортных, конечно же, проблемах, территориальных, как вы отметили, строительство жилищно-хозяйственного комплекса, ну, а также развитие водных и зеленых пространств города. Почему я говорю, что мы еще не вышли из ситуации падения? Потому что, вы знаете, вот проходишь по городу и не ощущаешь все-таки вот эту столичность, не ощущаешь лоск города. Потому что город, тем паче столица, она должна носить в себе не столько, допустим, какой-то шик города, но она должна прежде всего отвечать городу, действительно городу. Тем более, все-таки визитная карточка из той или иной страны, любая столица. Да, абсолютно. К сожалению, все равно наблюдается хаос. Хаос и вот эти пристройки, рекламные панно, и благоустройство просто на самом низком уровне. Не уделяется внимания чистоте, не уделяется внимания росту зеленых насаждений. Они не обстригаются, они не приводятся в порядок. Все это приводит к какой-то сумятице. А в целом, в целом, понимаешь, что ты живешь в хаосе. Вот этот хаос и заставил меня в определенной степени подойти к этой работе прежде всего. И второе. Будучи кишиневцем по рождению, я, конечно же, не мог безразлично смотреть на все то, что происходит сегодня с городом. Поэтому я был вынужден сесть, и не только в своих проектных разработках, они, кстати, тоже существуют здесь, в этой данной монографии, и описать, и увидеть ту перспективу, то прошлое и то настоящее, в котором мы живем. И еще одна позиция. К сожалению, вот те генеральные планы, те разработки, которые делаются, и я со своей стороны прилагал немало усилий для того, чтобы быть хотя бы включенным на уровне консультанта в эти группы, ну, понимаете, осталось все как бы за кадром. Ну, я думаю, что и это меня побудило к тому, чтобы высказать свою точку зрения, чтобы и профессионалы, те, которые занимаются этими проблемами, чтобы они поняли в первую очередь ту методологическую основу, на которой основана данная работа, и те принципы и задачи, которые должны стоять перед разработкой генерального плана, и как он мне видится, и почему я начинаю смотреть его с точки зрения расселенческой, потом перехожу на уровень генерального плана, то есть агломерации генерального плана, и потом уже непосредственно к самому благоустройству и озеленению и водным пространствам. У меня два вопроса, Валерий, для начала. Смотрите, ведь в самом заголовке есть такое слово прогнозирование, то есть это как бы перспективный прогноз, это возможность увидеть, каким может быть наша столица. Тогда такой вопрос, проводилось ли какое-то комплексное исследование ситуации сегодняшнего состояния столицы, и в чем вы видите арсенал развития Кишинева? Да, комплекс я проводил, это комплекс внешних и внутренних факторов. Внешне я подразумеваю это влияние, так сказать, вот тех агломераций, которые находятся вблизи Кишиневской агломерации, это и Одесская, и Тираспольско-Бендерская, и Ясская агломерация, и Бельская в том числе. Значит, это агломерационные системы, как они влияют, как влияют развитие транспортных структур, и, конечно же, внутренние факторы, которые, к сожалению, у нас тоже слабо изучены. Что такое внешние факторы? Это, прежде всего, конечно же, транспортные коммуникационные системы. И те транспортные системы, которые сегодня существуют, они, к сожалению, не обеспечивают должного развития на протяжении вот и сегодняшнего дня, и той перспективы, которая намечается. Поэтому здесь даются определенные рекомендации по развитию в данном направлении. И, кроме того, здесь также обозначено развитие и железнодорожного транспорта. Как вы понимаете, это тоже один из важнейших транспортных систем, которые обслуживают и которые развиваются в городе Кишиневе. И это, к сожалению, мы должны констатировать тот факт, что та ветка, железнодорожная ветка, которая существует сегодня у нас в Кишиневе, да, в целом и в Молдове, она проложена еще фактически в XIX веке. И она односторонняя. И это не делает чести столице быть с одним вокзалом, который находится в центральной части города. Поэтому здесь даются предложения по развитию и железнодорожного транспорта, а также и трамвайного движения. Поэтому я здесь в определенной степени не пытаюсь изобрести велосипед, но в то же самое время провожу аналогии с другими городами, с другими столицами и с теми наработками, которые были сделаны ранее, до этой работы и в тех генеральных планах, которые были осуществлены. Здесь проводится и ретроспектива, кстати, что из себя представлял город, как он рос, как он возникал, как стремился к тому, чтобы стать столицей, из маленького села превращался в поселок, затем в город, тырк, город, муниципий. Ну и вот теперь мы уже столица. Так что здесь есть и вот эти тенденции. И на будущее, конечно же, вот этот фактор развития транспорта он сыграет определяющую роль. Это и водный транспорт, который я предлагаю здесь, и причем водный транспорт даже по реке Бык, вот то, что сейчас уже, слава богу, там принято решение по расширению, углублению реки Бык, это тоже есть очень положительный фактор, потому что действительно здесь показано в данной работе, что река Бык была и судоходной, и есть и фотографии, и зарисовки, и она представляла из себя достаточно мощный массив воды, который мы должны снова же возродить. И это тоже с экологической точки зрения, да и с точки зрения путей сообщения. Если мы по речке Бык пустим водный трамвай, то это даст возможность разгрузить главную градостроительную ось города, которая у нас и является, река Бык, она является главной градостроительной осью города, и это разгрузит достаточно серьезно. Кроме того, мы не должны забывать тот фактор, что Кишинев по своей восточной границе, он граничит с рекой Днестр. А река Днестр, это есть тоже мощнейший потенциал для города. И не использовать его, и только видеть его отдельно, это не есть правильно. Кроме того, мы должны, и в этой работе тоже подчеркивается по водным массивам, конечно же, смотреть на Гедегич иными глазами. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что Гедегич у нас как бы остается вне границ муниципия, вне границ города. Вы о водохранилище говорите? Да, да, о водохранилище, о водопространстве. Естественно, вот это водное пространство, которое мы называем Гедегическое водохранилище или Кишиневское море, как его еще называли в свое время, значит, оно бесспорно должно войти в границы муниципия, и мы должны этот водный потенциал использовать не только в рекреационных и так называемых, будем так их называть, морских прогулках, но также мы должны использовать его для жителей Кишинева в полной мере, потому что это громаднейшая экологическая ниша, которая у нас, к сожалению, не задействована на том уровне, на котором это необходимо. То есть это отчасти тех потенциальных объектов, которые составляют арсенал развития? Да. Природно-климатические и природно-географические, так сказать, факторы, которые действительно дают возможность развиваться Кишиневу без того, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. То есть вот эта природа, география, рельеф наградил город такими факторами, поэтому мы должны их, естественно, в полной мере использовать. Такое вот, может быть, порядка на уровне обывателя, но вопрос, по-вашему, город может развиваться вширь, вглубь, ввысь? Вот каким вы его видите? Ну, прежде всего, здесь даются определенные такие рекомендации. Значит, естественно, территориально рост сегодня города, это не совсем правильная теория. Город должен, на мой взгляд, опять же, подчеркиваю, должен развиваться, как рассредоточенный город. То есть вот то, что у нас сегодня есть в наличии, большое количество автомобильного транспорта, развития тех же самых, того же самого общественного транспорта, даст возможность город видеть рассредоточенным. То есть как города-спутники, которые будут окружать вот так называемую метрополию. И это, во-первых, сэкономит и те богатейшие земли, которые у нас вокруг Кишинева еще существуют, но и в то же самое время это даст вот тот импульс в развитии тех малых населенных пунктов, которые находятся вблизи Кишинева. И стоимость земли там намного дешевле, коммуникационные системы там тоже существуют в определенной степени, поэтому, на мой взгляд, это было бы правильно, вот как, допустим, те же Еловены, те же Страшены, они развиваются уже как города-спутники Кишинева. Они как бы уже сопряжены в эту Кишиневскую агломерацию. Поэтому это, что касается территорий города, что касается ввысь, бесспорно, Кишинев не может быть провинциальным городом. А провинциальность сегодня заключается в... Ну, так принято во всем мире, если ты ведешь новое строительство, если у тебя есть какие-то параметры определенные, а у нас они заданы, вы знаете, что даже на Штефан-Челмаре мы имеем высоту этажей и 15, и 20 этажей, поэтому уходить от этого масштаба, конечно, было бы неразумно. И, кроме того, мы должны, на мой взгляд, использовать те системы подземных коммуникаций, которые у нас были развиты еще, начиная со Средневековья, те каменоломни, потом шахты, подземные хозяйственные, значит, подвалы, или как их там называют, потом стратегического назначения у нас были подземные и существуют до сих пор. Но они где-то замурованы, где-то обвалены, где-то просто находятся в негодности. А вот если бы провести такое исследование, комплексное исследование по всем этим подземным характеристикам, я думаю, что мы бы могли найти возможность и в центральной части города, в том числе, для дополнительных парковочных мест, для того, чтобы действительно показать какие-то фрагменты историчности города, показать ему, дать дополнительный импульс туризму в данной области. И это, на мой взгляд, даст тоже положительный эффект. Что, на ваш взгляд, следует делать с исторической частью города? Вот смотрите, не секрет, что многие здания, которые когда-то даже находились под охраной государства, уже исчезли с карты города. Как быть, можно ли это восстановить или хотя бы потратить какие-то силы на сохранение того небольшого, но все-таки достаточно интересного архитектурного, исторического наследия, которое мы получили от наших предков? Да. К сожалению, не все дошло до нас. И в данной работе тоже есть и фрагментарно обозначены некоторые здания и сооружения, которые, к сожалению, исчезли с лица и с карты города. Это достаточно интереснейшие сооружения и четырех, и пятиэтажные. Кишинев фактически, даже начиная с 19 века, он все-таки считался пятым городом Российской империи. А просто так обозначать Российскую империю как пятым городом, это тоже было не так-то просто. Почему? Потому что застраивались, выделялись громаднейшие средства. Затем это все получило дальнейшее развитие. И город потерял очень много из тех зданий и сооружений и той застройки, которая была действительно в 19-м, 20-м, в середине 20-го века. Очень много потерял. Естественно, это была война, естественно, но вы понимаете прекрасно, что были когда-то заложены программы такого характера. В других городах они восстанавливались буквально с нуля и восстанавливались целыми кварталами, целыми районами и они до сих пор привлекают туристов и многих самих жителей этого города. Любого и Дрездена, и Варшавы. Но я вот что хотел сказать, что восстановление возможно, хотя есть противники этих тенденций, говорят, это путафория и все остальное, но вы понимаете, сохранились фундаменты, сохранились даже стены. Вот в данном случае я хочу вам сказать о здании благородного собрания. Потом из него на улице Букрешт нет, нет, здание благородного собрания, оно находится фактически в парке Штефан Чалмари или в парке Пушкина, как мы его привыкли называть, это кинотеатр Патрия. Вот кинотеатр Патрия фактически стоит на фундаментах и стенах стены того же благородного собрания. Это вот даже те реконструкции, которые были проведены, они просто показывают, там есть фрагментарно показаны, оставили специально архитекторы фрагменты стен, окон вот этого здания благородного собрания. Поэтому на мой взгляд было бы целесообразно, как бы это не было больно и там для тех или иных почитателей других архитекторов, но я бы поставил вопрос, допустим, к тому, чтобы придать этому зданию его первоначальный вид, а без тех инсинуаций, которые существуют уже в тот или иной период времени. И таких зданий у нас достаточно много. И это бы изменило масштаб застройки, это бы придало действительно какую-то историчность и центральной части города не только вот этими фрагментарными застройками, но у нас бы возникли ансамбли, ансамбли, причем и исторические ансамбли, те, которые основываются на тех материалах. Да, это серьезная работа, это бесспорно требует кропотливого труда, архивных изысканий, обмерочных предложений, видения специального. Без подготовки к этой работе нельзя подойти, но все начинается с чего-то, из белого листа в том числе. Поэтому если приложить к этому усилие, создать специальную программу действий, может быть, даже основываясь на материалах вот этой работы. В советское время было такое понятие, как зонирование. Когда архитекторы планировали тот или иной микрорайон, столицы привязывали, допустим, жилые дома к определенным предприятиям, для того, чтобы, например, граждане, работающие на том или ином заводе или фабрике, могли селиться неподалеку. Здесь же планировалась школа, детский садик, поликлиника. Таким образом и обустраивался наш Кишинев. Вот что сегодня может, то есть нужно ли сегодня использовать такую методологию формирования, зонирования в столице? Если да, то на основе чего? Бесспорно, функциональное зонирование в любом городе имеет определенное значение и имело особенно в советское время, как вы заметили, оно определяющее значение имело, потому что тогда действительно все строилось по функциональному зонированию и так далее. Сегодня происходит смешение функциональных зон, но это, честно говоря, и есть, не есть самое плохое, но есть так называемая нормативная база по тому, чтобы обеспечивать жителей того или иного микрорайона или жилого района необходимым количеством детских садов, школ, больниц, поликлиник. Да, вы мне скажете, к примеру, да, но у нас же есть частные клиники, частные поликлиники, даже частные сады и школы, но это элитные вещи. То есть они не несут социальной значимости? Они не несут той социальной значимости, которая бы обеспечила все слои населения, а нам необходимо думать о всех слоях населения. И когда мы сможем ответить на этот вопрос, мы тогда поймем, что необходимо ужесточать политику по тому, чтобы тот же застройщик, вот он получил территорию, он туда запихнул пять с половиной тысяч жителей, к примеру, в этот квартал или в этот маленький какой-то территориальный узел, но не обеспечил его ни школами, ни детсадами, ни социально-культурной сферы. Бесспорно, есть какие-то торговые учреждения, есть какие-то офисные учреждения, но этого мало, этого мало. Необходима социальная развернутая структура. И здесь необходимо, конечно же, действия и руководителей администрации. Здесь необходима, конечно, твердая позиция и руководство архитектуры города. Здесь необходим профессиональный коллектив, который будет понимать, что это может, к чему это может привести и что это, какие положительные эффекты мы можем достичь с тобой или иного решения. Пока мы закрывали детские сады, пока мы разрушали школы, пока мы разрушаем дворцы культур, пока мы разрушаем кинотеатры, пока мы разрушаем... Это все общественные пространства. Это все принадлежит кишиневцам. Это все принадлежит нам. Затем оно переходит в чьи-то руки и, естественно, там возникают те или иные объекты, которые не в той должной мере несут ту нагрузку, которую бы следовало нести объектам общественного пользования. Они становятся объектами частного интереса. Он может быть, а может и не быть. Естественно. Естественно. Потому что экономический агент, он прежде всего инвестирует туда, куда ему это выгодно. Для того, чтобы потом это приносило прибыль. Так что инвестиции здесь к экономическому агенту как таковому. Никаких претензий нет. Есть претензии к тем, кто позволяет это делать. Тот, кто разрезает эту красную ленточку и дает возможность как бы без всяких на то причин застраивать ту или иную территорию теми или иными объектами, которые в принципе были чужеродны данной территории. Инвестиции в собственных граждан не самая сильная сторона нашего правительства, нашей сегодняшней власти. И, в общем-то, здесь много белых пятен. Даже если попытаться прогнозировать, каким программам следовало бы заняться сегодняшнему правительству или вообще правительству, которое, я надеюсь, будет сформировано после парламентских выборов, то непочатый край работы перед вновь пришедшими функционерами возникнет. Но вот такой вопрос. Мы в какой-то мере затронули возможность или прогноз развития общественного транспорта. Тем не менее, на ваш взгляд, каким путем опять же следовало развивать сегодня город? Город для автомобилей, для общественного транспорта, город для пешеходов, для, не знаю, технопарк, может быть, город Академия наук. То есть, вариантов много. Но на акцент, на какой вид транспорта сегодня следовало бы ставить с точки зрения и развития, опять же, перспективного развития, какими будут города 21 века, на что сегодня, куда будут обращена мысль человеческая. Ведь смотрите, технологии развиваются непрерывно. Сегодня уже речь идет о том, что в некоторых городах появляется беспилотный общественный транспорт. И это тоже очень интересный опыт. И вот где мы в этой ситуации? Понятно, в хвосте успеем ли запрыгнуть хотя бы последний вагон вот этого экспресса под названием эволюция? Да, согласен с вами. Я должен просто подчеркнуть, что без той стратегии и той концепции общего развития города мы не придем и к концепции транспорта. Потому что все взаимосвязано. Нельзя решать ту или иную задачу, не опираясь на другие проблемы. Потому что градостроительный анализ, градостроительная политика, она и связана и с социально-экономическими факторами, и с природно-климатическими, географическими, экономическими. То есть здесь целый комплекс всех вопросов. Что касается транспорта. Транспорт прежде всего нам необходимо сделать акцент на том, чтобы он был экологически чистым. То есть это электроэнергия, это воздушная энергия, солнечная энергия. На это мне кажется надо ставить акцент. Вы знаете, что сейчас электромобили фактически уже заполонили большую часть городов. Не удивить никого. Не удивить. Да. Присутствует даже в нашей столице электрические автомобили сегодня. Это уже данность. Ну вот электрического транспорта у нас к сожалению мало. За исключением конечно троллейбусов. Но мы снова забываем о том, что он у нас существовал и троллейбус, и трамвай наряду с троллейбусами. Затем было принято решение исключить его, но сегодня мы должны ставить вопрос, чтобы как на монорельсах, на сваях эта структурная единица она бы пересекала фактически весь город. Можно по круговой системе, можно по иной системе, но развитие такого вида транспорта, как трамвайное монорельсовое движение, оно должно получить значение большое, то же самое речное движение должно получить значение, которое тоже экологически чистое, и естественно пешеходное движение. Должна быть разработана концепция, она здесь тоже есть в определенной части, здесь я говорю о центральной части города, где может применяться вот такая система пешеходных улиц, но она может применяться не только в центральной части, а фактически в каждом из жилых районов, концептуально есть такие тенденции, есть такие позиции, которые могут дать импульс для того, чтобы развивать пешеходное движение в том или ином районе, а пешеходное движение это здоровье, это сила, это чистота, экология, и наряду с пешеходным движением, естественно, у нас будет развиваться и велосипедное движение, что также повлияет положительно на здоровый образ жизни. Еще тема, тема зеленых легких, вот знакомясь с опытом работы в московской мэрии, обратил внимание на то, что вот они поставили перед собой целью связать все парки российской столицы в единое кольцо, что ли, то есть переходя, гуляя по парку, переходя из парка в парк, они связаны друг с другом, пешеходными дорожками, либо какими-то зонами зелеными, можно пройти вот так вот, наверное, всю столицу по паркам, даже организуются экскурсии. Я пытался на карте Кишинева проделать такую виртуальную экскурсию, у меня не получилось, уже очень много вот этих, знаете, таких прерываний, зон, где уже и парки сокращены, и они не связаны друг с другом, так вот, как в единое кольцо пытаются связать в Москве. Но возможно ли у нас такое развитие, вообще следует сегодня развивать зеленые легкие, или, в общем-то, наверное, оставить, как оно есть? Ну, у каждого города своя тенденция, в том числе и по развитию зеленых пространств. У нас, у нас она также существует, эта позиция, и в данной работе обозначена буквально целая глава, если даже не больше, зеленым пространством города. Это и исторические парки, и новые зеленые парки, лесопарки, даются определения этих парков, количественный состав, площади, потому что зеленые насаждения у нас в городе составляют порядка 30% всей территории. Это немало, немало, но мы должны их привести в порядок. Они у нас в таком же хаосном состоянии, как и сам город. Надо их чистить, надо их благоустраивать. Парк, это прежде всего зона, оно не лесопарк, я еще раз повторяю, это не лесопарк, это не лес, это парк, парк, где должны существовать и специальные учреждения, где должны существовать и пешеходные дорожки, и фонтаны, и скамейки, и освещение, и так далее. Понимаете, у нас все находится в полурешаемом, в полурешаемой ситуации, то есть, где-то было сказано «а», но не дальше. Поэтому здесь, на мой взгляд, соединять парки друг с другом, ну, пока я не вижу смысла в этом. Время покажет, но их совместимость, допустим, соборного парка и Штефан Челмари, она, конечно, должна существовать. Она может существовать посредством тех или иных переходов. Это все единое пешеходное пространство, которое действительно даст возможность человеку находиться и в экологически благоприятной ситуации, и в то же самое время в той пешеходной зоне, которая, ну, ему будет в ней достаточно эстетично, будем так говорить, потому что все-таки у нас там существуют и памятники, и достаточно развитое благоустройство, но оно, к сожалению, тоже не на среднем, даже не на среднем уровне. Не отвечает требованиям сегодняшнего дня и желаниям пешеневцев. Необходимо, конечно, для этих целей людей привлекать, у которых душа болит, у которых есть любовь к этому городу, у которых есть желание работать на город, а не только на себя. вот когда появятся у нас люди такого склада ума и такого характера, и это не должен быть один человек или два, это должна быть целая группа людей, единомышленников, достаточно много, и в том числе и средства массовой информации должны делать для этого очень многое, для того, чтобы стремиться к тому, чтобы в том числе и самое главное молодое поколение, конечно же, заразилась вот этой болезнью, болезнью я естественно, заразилась любовью к своему городу, абсолютно, так я это, так я имел ввиду, что именно болезнью, любовью и желанием превратить его в эталонный город, в эталонный город, я понимаю, что это может быть сегодня кто-то смотрит нас и думает, чего он там фантазирует, чего он там, вы понимаете, без таких фантазий невозможно построить город, без, когда не существуют такие фантазии, сразу появляются и цели, и задачи, и программы, и комплексные действия, и так далее, и гранты, которые мы можем получать, когда у нас вот будет, тут у меня порядка 10, 20, 30, 40 целевых программ можно найти в этой работе, а вот под каждую программу мы можем получать гранты, причем гранты, рабочие места, опять же, рабочие места, тут и развитие, как вы сказали, и технопарков, и транспортные структуры, и резервные территории, и города-порты, и водные пространства, и зеленые благоустройства зеленых зон, и так далее, и так далее, то есть, есть что делать в этом городе, и если бы у нас появилось желание, и прежде всего у руководства, и города, и страны, в том числе, для того, чтобы превратить город в истинно столичный город, для этого необходимы были бы очень серьезные программы, и целенаправленные действия по различным направлениям, векторные направления, вот вектор такой, вектор такой, вектор следующий, и так далее, и постепенно, но видеть картину необходимо в целом, и потом от целого мы можем переходить к частностям, и тогда мы увидим, что в кратчайшие сроки, в 10-15 лет мы увидим изменения очень серьезные в городе Кишиневе, даже невзирая на те малые инвестиционные поступления, которые сегодня у нас существуют, но если будут приняты такие программы, я вас уверяю, то у нас движение пойдет серьезно. Вот хочу проверить себя, если я правильно вас понял, в начале нашей с вами беседы вы говорили о том, что для развития, для успешного развития столицы необходимо развивать и города, поселки, территории сателлиты, то есть, например, вы приводили в пример частности Яловены, которая уже в статусе города, насколько я знаю, из города Ватра, то есть, это включение такого обратного процесса тому, что мы с вами наблюдали, потому что вот у меня лично, как у Кишиневца, было впечатление, что сельский мэр, придя к власти, сев в кресло столичного градоначальника, вдруг решил превращать столицу в некую сельскую территорию, где можно нарисовать, вот, ну, так, ручка раз, это тебе, вот, дом, Михаил, вот, а это вот домный он тебе нарежем, вот здесь что-то тут посади, здесь построим, ну, не знаю, в лучшем случае, конечно, посади и построй, и вот это ощущение, ну, знаете, я проверял на своих друзьях, знакомых, да, они говорят, ну, есть вот это, как будто нас засасывает какую-то воронку, большую воронку неустроенности, то, что мы часто наблюдаем сегодня в селах, которые, ну, не по вине сельчан опустынивают, потому что многие люди уезжают, остаются, дома, заброшенными, и вот некая заброшенность передалась нашей столице, то есть, вы видите смысл вот в развитии этих пригородов, этих сателлитов по принципу настоящих городов, и тем самым сможем вытянуть и саму столицу. Абсолютно. И, кроме того, я хочу еще раз подчеркнуть, что вот эти целевые программы, о которых мы говорили, и транспортная, и развитие всех, я не хочу их снова повторять, но они дадут возможность развивать трудовые наши ресурсы непосредственно у нас, в Кишиневе. А что это значит? Это значит дополнительные налоги, это люди не будут уезжать, а будут, значит, вот благодаря вот этой идеологии, градостроительной идеологии, мы сможем изменить и социально-экономические факторы развития города. Но, естественно, еще раз подчеркиваю, мы должны уйти от периферийности, я ее мягко называю периферийностью, не хочу ее грубо называть действительно сельским образом мышления и превращение города в село, к сожалению, но это факт, потому что в центральной части города появились дома, виллы, которые, ну, фактически должны были у нас находиться где-то на периферийности, они заполонили все те свободные территории, которые в определенной степени намечались для реконструкции и так далее. То есть, были допущены серьезные градостроительные ошибки, очень серьезные, но на то есть профессионалы, чтобы находить решение для исправления и для того, чтобы искать и находить тот путь, который бы позволил Кишиневу действительно стать столицей, истинной столицей со всеми характеристиками, которые присущим столичному городу. Ну, здорово, я думаю, наши телезрители почувствовали, что вы тот человек, у которого есть мечта. У человека должна быть мечта. Вот ваша мечта, конечно, увидеть и дать импульс развитию этому городу. Но сначала было на бумаге увидеть это. Так вот, в связи с этим, я хочу сказать, что в процессе нашей беседы у меня тоже родилась мечта, что не так долго нам придется ждать, когда мы с вами проведем еще один эфир, где мы сможем показать в картинках, в видеопрезентациях, либо в каком-то макете дать возможность, если не пощупать, то во всяком случае увидеть нашим горожанам, каким может быть город еще. Увидеть, ну, воочию, что как можно развивать тот или иной парк, как можно их связать, как можно прогуляться, например, с одной части города в другую часть города, ну, дыша таким незапыленным воздухом, слушая пение птиц, журчание фонтанов, детские крики радости и вести, может быть, даже какую-то беседу. В нашем веке это было бы, было бы, наверное, ну, знаете, такой, в общем-то, прекрасной роскошью столичного гражданина. И то, чего нам сегодня не хватает, где-то на миг остановиться, пройтись, но даже если есть такая минута, начинаешь думать, а где я ее проведу, потому что там фонтан не работает, здесь нет нормальных дорожек, скамеек найти, пригодных для того, чтобы провести какое-то время на воздухе. И вот сегодня, конечно, за город надо браться, иначе мы его потеряем, и когда-то в царские времена встанет снова вопрос, а где будем развивать столицу, может опять вернуться, помните, когда был разговор, может в Бендерах сделаем столицу, там порт, все-таки решили в Кишиневе. Так давайте сохраним уже этот статус нашего города, это было бы здорово. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу, будем воплощать мечты, вы свою, я свою, и где-то, в общем-то, кишиневцы, если тоже начнут так же фантазировать и примут участие в этих фантазиях, то нам всем вместе будет гораздо проще решать вот те задачи, которые поставлены перед самим городом, и перед нами, как архитекторами, и перед вами, как кишиневцами, и я думаю, что нам действительно будет проще решать все эти задачи. И интереснее жить. Спасибо. И интереснее жить. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был доктор архитектуры Валерий Лупашко. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Валерий Лупашко.